что это что это что за моей спиной за моей спиной цирк и чтобы вы доехали объясняю цирков в российской федерации 16 штук 16 человеков которые вам предлагают посмотреть то что вы не сможете сделать и наверное никогда потому что 16 человек в смысле 16 цирков в российской федерации у каждого цирка есть своя история и потом все эти цирки выезжают по стране и давайте определимся в каждом городе есть такое понятие под названием гимнастика вы можете свое ребенка отвести в гимнастику и ну что это будет ну дай-то бог он будет работать и это будет красиво но высота то не то правильно сколько таких людей даже меньше чем я то есть если будем говорить кем я являюсь то есть специалисты такого же уровня тут даже вопросов нету вот существует а количество цирков их немного то бишь мы не будем говорить что ну примерно ориентируясь из того что здесь делается таких людей то в российской федерации но может быть две-три тысячи которые умеют это делать и они приезжают к вам я вам спокойно и грамотно объясняю что по сути событий а мы начинается наш разговор с 4 ноября так вот 4 ноября вы можете сюда прийти и сумма начинается от 600 рублей что такое 600 рублей на человека ну что это такое это та сумма который в принципе каждый человек тратит где кино каждый божий день тратит в кино но почему я вас привлекаю и показываю и демонстрирую то что сделает мизерное количество нашего населения я потому что они работают и давайте все-таки определимся прийти сюда просто нужно сделать и цена то в принципе невысокая потому что человек должен в голове доехать до того что умеет делать тот кто с цирком и цирк для него это его жизнь так что ребята господа товарищи ну или братья приходите посмотрите но сейчас я вам покажу то чего вы никогда не увидите больше всего я люблю труд а когда труд вместе с любовью то это станет круче а что может быть круче цирка ничего это везде каскадеры таких-то мало но вы видите как они готовятся все должно быть безупречно но в преддверии сюжета это постоянные тренировки а вот это реально сложно а уже потом с удовольствием вы это можете увидеть и самое главное мы должны показать что цирк мы любим и первое представление с весьма интересной ценой от 600 рублей и до 1000 приходите не пожалеете это точно потому как обратите внимание на жеребцов классные крутые вымытые лучшими шампунями кушающим то что не у каждого магнитогорца то есть вот так здесь любят животных а сам цирк хороший теплые для животных есть все условия где купать где продукты хранить стоило большие достаточно все нормально то есть принципе я конечно хотел бы чтобы сделан по большему удовольствию рано или поздно случится конечно сейчас уже все многие цирки делают и мойки специальные для животных солярий туда ставят это где лошадка ультрафиолетом сушится вопрос такой сколько в россии цирков в природе своей например сколько в россии цирков но раме рабочих дорого я думаю около сейчас 16 наверно 16 цирков и в основном по это миллионники справедливыми нет не только не только миллионные города вот мы сейчас были в кирове там нет миллиона вот цирк там мы будем говорить что цирков не так-то много по сути событий по сути немного многие просто закрыты сейчас как раз реконструкцию идут ремонты делают во многих цирках то есть мы будем говорить людям приходите посмотрите это всегда вкусно потому что это же магнитогорск не только город металла то еще и город цирка да здесь зрители мы уже приезжаем раз наверное четвертый сюда зрители очень хорошо принимает нас вот они наверное любят историю кубанские казаки которые просвещаем казачество прославляем его слову есть старички которые помогают новичкам это круто и они и в почете и должный уход слову цирке все более интересно как и продолжительность жизни животных им тоже нравится когда они выступают и когда их безумно любят я пока не видел ненависти везде любовь потому что это такие же жители планеты земля как и люди и у каждого есть свой интеллект собрав все воедино вы получаете другую интересную жизнь к слову чем интересен цирк российский бред не зеленых здесь не слышат здесь у животных тех же членов семьи земля жизнь в разы а может в несколько дольше чем в зоопарках потому что их любят и лелеют по времени чтобы привыкли вот именно исполняли вот эти вот трюки у всех по-разному выходит так же как и у людей кто-то более способны кто-то менее способнут вот этот у меня халиф это у меня я и вообще называю вундеркинт схватывает все на лету и очень быстро понимает то что я от него хочу и самое главное еще очень важно дрессировщика много зависит насколько ты правильно даешь понять животному то что ты хочешь сделать вот и допустим вот у него скажи нам хватило на полгода чтобы вот я от начала и до конца вот как я выпустила его в манеж работать уже чтобы он смог работать а вот там есть еще другие меня допустим обезьянки для них больше времени уходит то есть и ну ту же до него доходит но в принципе какие у людей все то же самое учуя всех одному и тому же то есть как вот в школе дети приходят учитель преподает один предмет кто-то его лучше схватывает кто-то хуже и потом я уже смотрю кого что-то лучше получается то я в манеже уже и демонстрирую для публики то есть и по конечно то что еще животому больше нравится делать вот некоторые трюки он делает сам с удовольствием даже что-то там придумывает такое вот а некоторые но вижу что ему не нравится это делать поэтому я в работу и не пускают а то что ему не нравится хочется чтобы они все-таки работали с удовольствием чтобы вот как они это и делают они для них работа это радость то есть это возможность увидеть публику то когда будет публика вот особенно халиф он останавливается он рассматривает если даже вот там кто-то активно хлопает там или смеется он прямо останавливается ему так интересно это им это приятно что они нравятся то есть эмоции все это у них как у людей а сколько вы лет занимаетесь чтобы люди поняли что это не 5 секунд дело-то до длительная процедура до стаж у меня уже именно с обезьянами дрессировщица 42 года я работаю с ними конкретно 42 года просто изумительно вы бегите спасибо так что я свой возраст и не стесняюсь мне 62 года я вот пришла просто 20 лет пришла и именно выбрала обезьян они интересны тем что они очень похожи на людей они у меня артисты которые пародируют жанры артистов российского цирка то есть они также в костюмах все с костюмом кстати в шью сама им вот поэтому они и акробаты и джигиты вот раньше были сейчас мы уже беспонник работаем а чисто перешли на канатную работу вот то есть у них много возможностей вот чтобы именно скопировать людей такая добрая пародия на человеке на на артистов цирка просто на каната кота в сборная солянка я специально смотрела работу каната кота и специально смотрела работу у разных каната кота вы волжанские и у нас много хороших каната кота и вот выбирала трюки которые вот можно повторить чтобы обезьяны исполнили и в принципе вот у меня все что я задумывала все получалось как участвует давай поводом а 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 Фалиль Джан это вот который мой гундеркин. Давай, 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 по кругу, по кругу идем. Паш, Паш, зря там шел. Чтоб он домой не шел. Давай, давай, Калиль, давай. И домой. Домой, домой, давай. Молодец, Калиль, молодец. Ножки, 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 коп. Право, сход, сход, сход. Коп, коп, ножки, коп. Ножки, ножки красиво тянем. Ножки, коп, 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 Ося, коп, 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 коп. Ножки, ножки, ножки. Молодец, хорошо. И встали. Давай, на камеру повернись. Встал, ручки носи. Сюда, посмотри, Моисей. Посмотри сюда. Молодец. Молодец, Моисей. Иди, держи. Это вот по родам, а как резус. Да. Вот у них резус-фактор такой же, как у нас. Вот их в космос отправляют, именно все эксперименты, в основном вот на резусах. И вот почему и резус-фактор, это вот именно от них, потому что макака резус. Тэм. Так, молодец. Тэм. Так, не перекрывай. Встал, хорошо. Закрепился. Тэм. И. И. Молодец. Ай, молодец. Хорошо. Умница. Браво. Хорошо. Тэм, давай сюда. Молодец. И. Ай, молодец. Сюда, повернись. Встала. Давай, так. Встала. Ручка красивая. Сел. Криш. Ножки красиво. Криш держим. Криш выше, выше. Подними ножки. Красиво. Молодец. Стэнд. И. Четыре. Ручка красивая. И поклон. Молодец. Он повернулся прямо на камерах. Да? Молодец. Хорошо. И ко мне. Ой. Хорошо. Скажи. Вот он, исполнитель. Тенгиз. Да, скажи. Вот ему 18 лет. Если считать по человеческим нормам, один к трем. Вот считайте. То есть он такой возрастной. А вот такие трюки мы делаем. Скажи, да? Тенгиз. Очень любит чеснок. Это. Внечером мы каждый день даем чеснок, луким. Ну, чтобы не простывали. Вот он обожает чеснок. Да? Идем. Скажи, Тенгиз. Ну, вид у него такой, скажи. Он не красавец. Вот бывает красивый. Не надо быть красивым. Да, да, да. Не надо быть красивым. Главное ум. Да, да, да. Ум в животных. Он же красивый. Он очень талантливый тоже, да. И трюки все схватывает. И стабильный. Вот самое главное для дрессировщика – стабильные животные. То есть вот научил его один раз, и все. И вот он знает свою работу, свою обязанность. Он выполнен и счастлив, что все прекрасно, все хорошо. Он знает, что сейчас его будут любить, вкусно угощать. И, то есть, он доволен этим. Да, скажи. Итак, и даже не думайте. Очень хорошо, что в Магнитогорске есть цирк, а не шапито. Нам надо просто любить и видеть любовь. Без этого смысла нет. Цирк зажигает огни, дает вам чудо. А чудо надо видеть. Такие вещи тоже случаются. И когда вы смотрите этот сюжет, он немножко отличается от стандартного типа. Посмотрите, цирк приехал. Это не цирк приехал. Я вам показываю больше удовольствия. Больше удовольствия в лице. В лице кого? В лице животных. Всего лишь, ну, грубо говоря, некоторое время назад появился человек как таковой. До этого были животные. И не надо думать, что это... У них у каждого есть свои мысли, свои желания. И они дарят вместе с дрессировщиком счастье вам. Внимательно посмотрите этот сюжет еще раз. Я вам его покажу неоднократно на этой неделе, естественно. Если что, в YouTube залезете и посмотрите. Что даже если мы говорим о лошадях, то у них жизнь есть в них. Они живут здесь дольше, чем обычно. Так же, как и обезьяны. Потому что здесь их любят. Любовь. Это то, что вам дает возможность. И эту любовь вы можете увидеть своими глазами. И сумма-то весьма невысокая. От 600 рублей вы можете все это дело посмотреть. А потом подумайте. Мы человеки или кто?